Путин ему пообещал, что он, Явлинский, сменит Суркова на посту главного переговорщика по украинскому вопросу. Это означает для нас, что режим сошел с ума, и что можно все, все позволено, как, знаете, как по Достоевскому. Вы знаете, мы неправильно Крым вот оккупировали, вот так вот, давайте мы его, правда, вернем, а вы нас простите за наш плохое поведение. Путин ему пообещал, что он, Явлинский, сменит Суркова на посту главного переговорщика по украинскому вопросу. На мой взгляд, и я сказал об этом уже в своем стриме, то же самое, как генерала Власова, товарищ Сталин в 43-м году поставил бы главным переговорщиком по вопросу оккупированной территории с немцами. Почему пусть Григорий Алексеевич не обижается, но позиция Яблока однозначно, Крым украинский, ДНР, ЛНР, это типа неправильно, это надо закрыть. Я многократно слышал эти заявления Яблочников, ссылавшихся в том числе на Явлинского на программе «Время покажет» Первого канала, в других эфирах. Поэтому ставить человека, который откровенно стоит на позиции киевского либерал-фашистского режима, на такую ответственную позицию, это может иметь только два типа последствий. Первое, это означает для нас, что режим сошел с ума, и что можно все, все позволено, знаете, как по Достоевскому. А второе, это то, что с ума сошел сам Григорий Алексеевич, потому что, собственно говоря, подобный поворот в политике со стороны Путина будет означать полную капитуляцию путинской России перед Западом, перед Америкой, перед Киевом, перед всем. Потому что Явлинский на посту переговорочек по Украине, это один шаг к тому, чтобы сказать, вы знаете, мы неправильно Крым оккупировали, вот так вот, давайте мы его, правда, вернем, а вы нас простите за наш плохое поведение. Хорошо, и вот Григорий Алексеевич еще, вы знаете, он такой демократ хороший, он еще Горбачеву писал 500 дней, там, еще он это самое с Болдыревым и Лукиным тоже очень хороший, все такое делал, яблоко такое создал, такая демократическая партия, знаете ли. И вот это вот яблоко, и вот это все, это вот очень хорошо, все. Простите нас, пожалуйста, дяденьки, возьмите нас обратно восьмерку и в двадцатку, мы больше не будем, Григорий Алексеевич скажет, что мы хорошие. Ну, конечно, этот цирк вряд ли трудно, с трудом представим. Последние переговоры Суркова-Волкер показали, по крайней мере, в комментариях Владислава Юрьевича о серьезной сдвигах в позиции США. У меня нет причин не верить ему или не верить Алексею Чеснокову, который тоже давал инсайт об этих переговорах, о том, что Волкер готов по-другому посмотреть, а Волкер, значит, Трамп, на ситуации в Украине. Поэтому Григорий Алексеевича я поздравляю с очередными брызгами шампанского, которые он, так сказать, открыл в контексте напоминания нам о том, что он по-прежнему остается, как и в Горбачевские времена, большим, влиятельным, могущественным, серьезным политиком, которому готовы поручить судьбы мира. Но нам в это, честно говоря, верится с трудом. Это был Максим Шевченко, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Субтитры подогнал «Симон»